Всем привет! Сегодня у нас история будет от подписчицы. И это не тема русско-турецких отношений, а в принципе тема психологическая. И многие с этим сталкиваются, когда застревают в определенных психологических каких-то своих ситуациях, повторяют определенный сценарий. Давайте я сначала зачитаю письмо, а потом дам о нем комментарий. Так что сегодня видео будет более такой психологический разбор, я бы это назвала. Описываю ситуацию. В 22 года вышла замуж, родила ребенка, была головой семьи. Потом решила, что муж должен отвечать за семью. Он нашел себе любовницу, не совсем тщательно это скрывал. Я пыталась сохранить семью. Страх быть одной, дочь без отца, мнение окружающих, ипотека, квартира в браке. Первая ситуация, сейчас я буду дальше читать, я вот здесь сразу отмечаю, потому что потом скорее всего могу это забыть. Неправильные изначально роли были в семье расставлены. Она была главой семьи, а потом я решила, что все-таки муж должен отвечать за семью, а он себе нашел любовницу. Потому что он себе искал мамку, которая будет о нем заботиться. Он удобно потом пристроился. Если бы вы изначально, роли правильно в семье были распределены, как вам хочется, вы не пытались быть главой семьи изначально, вы скорее всего с этим человеком просто не сошлись. То есть изначально человека и у вас были разные, вашего мужа и этого, и вас были разные запросы. Он искал себе маму, которая будет править. Он хочет быть безответственным, инфантильным. Вы показались ему такой мамочкой, поэтому вы с ним, собственно, замуж за него вышли. Вы думали, что совпали. Потом вы решили, что все-таки это не моя истинная цель. Поменяли свое поведение. И муж стал ходить просто налево, так же, как неинфантильный мальчик. Маменькин сынок, он не мог взять все в руки и развестись. Так бы это тянулось тысячу-тысячу лет. Так, может быть, всю жизнь вы, например, и жили. То есть изначально просто, поймите, это был человек не ваш. Это произошла, скажем так, определенная ошибка. Первая ситуация. Новый год, три года назад это было. Сидим за столом. Я, свекровь, свекру, муж и дочка. Муж постоянно в телефоне. Тут дочь, девять лет ей. Зачитывает у папы в телефоне. Ира, я тебя люблю. У меня рушится все. Я горю в аду. Это последняя капля. Я промолчала. Хотела честно разбить фужер и осколками фужера вонзить ему в горло. В голове один вопрос. За что он так со мной? Налила бокал шампанского, выпила и легла спать. Он улыбался, пару раз поиздевался шуточками надо мной. Через две недели меня сорвало и я выгнала его. Сейчас они женаты, у них дочке один год. Мы с ним практически не общаемся. Дочь ходит к отцу, ночует и не настраиваю ее против отца Иры и сестрички. Довольно-таки правильное поведение, не надо настраивать. Полгода я молчала, решая вопрос с разводом и квартирой. А потом я прошлась по нему. Я оставила его с его кредитами и вещами. И отомстила после раздела имущества ему. Вторая история. Прошло два года. У меня были отношения с женатым турком в Москве. Я не лезла в его семью. Он не лез к моей дочери и встречались на его территории. Единственное, что я чувствовала вину перед его и женой, из-за этого периодически рвала отношения с ним. Сразу, давайте будем сразу разбирать эту историю. Когда вы начинаете отношения с замужним, либо с женатым, в смысле с замужней женщиной, мужчиной, с женатым мужчиной, это говорит о вашем страхе отношений, вы к отношениям не готовы изначально. Потому что это говорит о том, что о каком-то определенном запрете. То есть это перестраховка вашей психики. Значит он будет мне недоступен. Это вызывает опять же азарт интерес, определенный драйв в отношениях, какой-то запретного плода. Но изначально отношения с несвободным человеком, я об этом раньше в видео рассказывала, когда вы вступаете, знаете, что человек несвободен. Это ваш страх отношений реальных, реального брака и страх построения семьи нормальной. То есть вы специально влезли в такие отношения, а потом я пыталась рвать... Так, давайте дальше продолжим, сейчас тут прокомментируем. Единственное, я чувствовала вину перед его женой, и из-за... Периодически рвала отношения с ним в одну из примирительных ночей, спросила у него, появился ли кто-то или нет. Он всегда был честен, спокоен, положительно влиял на меня. Думаю, что я любила его и до сих пор люблю. Он ответил, что да. Я решила уйти и с его телефона стала вызывать такси. Она в это время написала ему, меня откинула назад в новый, как в тот новый год. Опять типа у мужчины вторая любовница какая-то, да. Я опять перестала есть только кофе. Начала его обвинять, нести всякую чушь, к нему не имеющего отношения. Меня несло, несло, несло. Сейчас я понимаю, что была неправа. Он вынес достойно все и извинился, либо исчезал. Мне всегда нравилось, что он промолчал, когда я выводила его на скандалы. Вам в принципе нравится выводить на скандал. И вот эти вот игры, вы изначально влезли в игру. Это замужний ему несвободный мужчина, которому вы периодически расставались и примерялись в постели. Это определенный драйв. Это фейковые, скажем так, отношения, которые в логические свадьбы детей, базовые такие потребности, да, женские, не могли перетечь. Вам это нравилась игра. Вот эти эмоциональные качели, которые происходили, они вам и доставляли удовольствие. Дело-то не его жене. Он приятно проводил время. Но вы нашли повод. А у него... То есть на жену я не претендую, буду любовницей, а у него еще одна любовница. И любовницей я уже стала не на первом месте, не единственной. В принципе, себя... Детификация себя рядом с мужчиной в плане любовницы, это недолгая история. Всю жизнь она длиться не может, это низкая самооценка, это роль себя на втором плане. И вы сами создали эту ситуацию специально, и вы ждали того момента, когда у него появится. Создают эти эмоциональные качели, с ним рвались, сходились и все прочее. Создавали ситуацию, чтобы у него появилась еще одна любовница тем самым своим поведением. Чтобы опять обвинить в чем-то мужчину и почувствовать, что у него опять мужчина, опять у него на стороне какая-то женщина. Я опять хуже кого-то. Это проблемы с самооценкой. Сейчас я понимаю, что была не права. Ну, зачем? Вы себя вот себе... Еще раз, я была не права, вы опять себе понижаете самооценку тем самым. Меня несло неделю, сейчас я понимаю, что была не права. Он вынес достойно, извинялся, либо исчезал. Мне всегда нравилось, что он промолчал, когда я заводилась на скандал. Меня отпускало, и он вел себя, будто ничего не было. Но ситуация в том, что меня вернуло назад в тот Новый год, и я опять горела в аду. Вам нравится эта ситуация, гореть в аду. Мне очень хотелось быть турецким мужчиной, успокоившись, я предложила ему выбрать между нами. Он ушел в молчанку, я отпустила его, главное было, чтобы он был счастлив. Зла я ему не желала, через 5 месяцев мы опять стали быть вместе, было все хорошо, но через месяц он умер. Если бы он не умер, я, конечно, вам соболезную, то вы бы всю эту игру продолжали, потому что вам нужна игра. И на его месте мог быть любой другой, не обязательно турок, любой другой женатый мужчина. Ситуация третья. Через пару месяцев я познакомилась с другим турецким мужчиной. Там было, можно сказать, что с его стороны, что с моей секс один-два раза в месяц. Через полгода таких отношений сейчас в декабре. Через год после ситуации с тем мужчиной мы общались через переводчик. Он русский не знает. Его телефон в моей руке. Ему одна женщина названивает по WhatsApp, а другая пишет. Так как у меня к нему чувств особо нет, я не обратила на это внимание, но через пару дней начало это сверлить. Вернее, с нарастающим итогом это во мне с каждым днем сильнее заедается. Самое интересное, что к нему претензий нет. Меня возвращает тот Новый год опять. В итоге я начала обвинять его, задавать вопросы. За что он так со мной? Писать ему, как мне больно. Мы поругались, послали друг друга. Потерять его я не боюсь. И чуть отошла я от ситуации. Извинилась перед ним, но он послал меня. Но во мне сидит та боль и вопрос, за что? За что? Я боюсь новых отношений. Я боюсь Нового года 2020, что это повторится. Первый Новый год после расставания я была одна, а теперь все повторяется, как день сурка. А меня вопрос, почему это так со мной? Третья ситуация. Опять вы нашли в телефоне, ну, увидели. Он вам ничем... Сами пишите. Вы слушаетесь, что вы рассказываете? Вы всегда выбираете не тех мужчин. Вам нужен этот драйв. Вы всегда выбираете тех мужчин, у которых может быть еще одна проблема в любовнице. Вам сейчас как бы это не перескакивает. Пользуйтесь девочке, кто в таких ситуациях. Бесплатная психологическая консультация. Смотрите. Третья ситуация. Вы изначально опять выбрали мужчину, с которым у вас не было серьезных отношений. Один-два раза секс в месяц. Он вам ничем априори не обязан. И вы сказали, я на него зла не держу. Он как бы вправе, да, так себя вести. Это не отношения даже без обязательств каких-то. Это просто приятное времяпрепровождение. Но у вас стал сам факт параллельной женщины свербить. Все больше и больше. И мы в итоге поругались. И в итоге я просила прощения. Понимаете? У вас схема. Три раза подряд. Вы находите мужчину, с которым быть не можете. Вы доводите ситуацию до такого момента, что у него появляются другие отношения. Ну, секс, например, с другой женщиной. В его сердце появляется место другой. Ваша идет борьба с этой другой женщиной. И когда у вас проходит конфликт, бурное выяснение отношений, вы хотите, чтобы этот мужчина еще с вами остался. Мужа вы отпустили. Он ушел, развелся. Вы там не настраиваете ребенка. Молодец. С мужчиной, с женатым, в турком. Вы играли в эти качели ко мне от меня. Вот это вот все было. Если бы он не умер, это бы продолжалось. И сейчас вы после этого скандала, вы попросили извинения у него. И вы ждали, что он вас вернет обратно. Вы опять будете как-то продолжать это общение поверхностное. Но он вас послал. И это закончилось. И вы опять написали. Я теперь боюсь Нового года. Почему это со мной происходит? Вам надо ноги в руки идти к психологу. Только он вам поможет разобраться, найти истинную проблему. Проблема в вас. Вы изначально выбираете не тех мужчин. Изначально проблемные отношения. Схему я вам уже нарисовала. Вот будет у вас в следующий раз какой-то мужчина наклеваться. Вы не должны отношения его бояться. Вы в принципе боитесь отношений с мужчиной. Поэтому вы создаете вот эти эмоциональные качели. Такие в отношениях. И вот схема абсолютно одинаковая. Раз за разом прорабатывается. Вы правильно сказали. День сурка определенный. Но вы выбираете. Это не просто так судьба. Ой, мужчины говно вокруг. Я не могу нормально вы этих мужчин вычисляете. Находите именно такие. Ситуации по сути немножко все разные. Но схема, которую я вам обрисовала. Вашего поведения эмоциональных качелей абсолютно одинаковая. Зачем вам соревноваться с женщиной у мужчины? Возможно, вы ничего о своем прошлом не писали. Комплексы электро. Это ваше детство. Там районе. Ну по-разному у некоторых детей. Ну 4-5 лет. 6 лет. Соревнования. Влюбленность. Борьба с мамой за своего папу. Либо. Это как комплекс электро. Либо. Это какие-то семейные отношения. Трудные отношения могут быть с мамой. Либо у вашего папы появилась любовница. В этот момент вы это чувствовали. Может родители не развелись или развелись. Неважно. Вы знали, что у папы есть, например, еще какая-то женщина. Либо папа позволял флиртовать с другими женщинами. Это была травма для вас. И таким образом у вас сложилось к этому отношение. Но в силу вашей низкой самооценки вам определенный кайф от борьбы на втором месте быть. Что когда появляется еще любовница. Вы изначально себя на второе место ставите, да? С турками вот этими, например, да? У этого отношения были просто секс пару раз вне месяц. Это не отношения, как там замуж выйти, да? У того женатого турка у него жена была. Вы на втором месте любовницей стали. Но вы ждете изначально вот этой борьбы с еще одной женщиной. Которая после вас должна, вот после вас должна появиться какая-то женщина. С вашим мужем первым вы довели так ситуацию. Изначально, я вам скажу, ваша ошибка была. Я была главой семьи. Потом я решила, мне скучно живется. Мужина все готовая. Я поменяла свое отношение. И как инфантильный мальчик он остался все равно с вами. Ему страшно разрывать отношения. И вы довели эту ситуацию, что у мужа появилась любовница. Не в плане, вы такая плохая. Нет, ни в коем случае. Вы создали просто так мужчине, не то, что вы там не давали чего-то. Он пошел на стороне брать. Не про это вообще история. Вы морально сложили такую обстановку, что вы поменялись ролями. Вы на мужа наложили роль, которая никогда в жизни не будет соответственной. Он никогда не будет отцом семейства достойным. Он всегда будет маменьким сыночек. Им нужна мама, которая за него будет. Либо за ним ухаживать хорошо, либо за него зарабатывать деньги. И когда вы сменили вот эту роль с мужем своим, скажем так, вы решили поменяться местами. Для него это был стресс. И он пошел просто искать ту мамочку, которую он потерял. Не в том, что вы там, не знаю, с ним плохо дома обращались. Там, не знаю, плохо ему готовили. Плохо исполняли супружеский долг или еще что-то. Нет, он потерял маму, то, что ему нужно было, мамка нужна была. Он ее потом пошел, нашел. Вот и все. То есть каждый случай можно рассматривать по-разному. Но общий, что я хочу обозначить, у вас низкая самооценка, и вы хотите бороться с противоположной женщиной. То есть противоположной, в смысле, у вас бой идет не с мужчиной, а с женщиной, которая появится просто у вас. Потому что появление еще женщины еще сильнее понижает вашу самооценку. И вот этот механизм я вам разобрала. Это уже, в принципе, целая консультация с вами прошла. Идите с этим психологу, с этими знаниями, найдите своего психолога, прорабатывайте. Вам сейчас, ваша задача, зная вот этот механизм, почему так происходит, ваша задача найти хорошего психолога и прорабатывать с ним в ваше детство, узнать, откуда этот механизм, эта схема в вашей голове появилась. Это вот, повторюсь, комплекс электро может быть. Какие-то проблематичные в плане любовниц второго места отношения в семье папы-мамы. Ну, плохой пример. Либо невнимание родителей. Вы были на втором месте, у вас низкая самооценка, не было внимания папы, либо родителей, либо какие-то конфликтные что-то в этом. Главная проблема низкой самооценки и быть на втором месте. Вы сейчас, в вашей психике, с этим борются, вы взрослая девочка, вы разрываете отношения, но вы все равно находите отношения, где вы будете на втором месте. Вам надо понять, почему. Подумать о своем родителях. Вот в этом надо покопаться. Так что вот такая у нас мини-микроконсультация психологическая на 15 минут вышла. Но все же, в общем, надеюсь, это кому-то поможет тоже. Кто-то о себе о чем-то подумает. Если у вас есть истории, пишите мне на почту. Я ее оставляю всегда под видео. Почта есть в информации о моем канале. Кто не может найти. Мне часто пишут в комментариях, где найти вашу почту есть. Рекламщики всякие, шарлатаны, рекламу предлагают. Они всегда находят почту, не переживайте. Вы можете найти. Она в информации о канале. Там всегда есть моя почта. Но я ее в последнее время стала часто уже под видео, в частности, оставлять, чтобы вы мне писали. У кого были похожие отношения, дайте советы девушке, может, в комментариях. Очень интересно будет почитать ваши комментарии на эту тему. Спасибо за внимание. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok